друзья всем привет записываю новое видео по новому проекту бит sports а и и в данном видеоролике я хотел бы рассказать и показать как правильно добавить кошелек для вывода денег зачем это нужно значит как только у вас соберется минимальная сумма равная 10 долларам вы уже сможете заказать эти деньги на вывод проекте бит sports а и но перед этим вас система попросит добавить кошелек но перед тем как добавить кошелек система попросит вас установить дополнительную защиту и чтобы сделать все правильно я хочу чтобы вы посмотрели это видео и увидели пошагово как это все сделать итак смотрите значит предположим у нас есть минимальная сумма на вывод как я сказал это 10 долларов минимальная сумма на вывод бит sports а и составляет 10 долларов значит дальше мы по логике должны идти в раздел финансы и нажать раздел визоров вывод нажимаем вот дальше у нас есть три баланса то есть три кошелька и валит значит сюда идут партнерские начисления и бинар вот п валит это кошелек для пассивно пассивного дохода то есть когда мы делаем инвестиции вот нам 6 дней в неделю начисление будет идти на кошелек п валит и ты валит кошелек где производятся деньги внутреннего через внутренний перевод вот то есть смотрите значит допустим у меня сейчас есть на балансе 20 долларов 74 цента вот у меня стоит галочка и валит и система показывает что я могу вывести 20 долларов но перед тем как вывести деньги смотрите система пишет что я должен установить свой кошелек зарегистрировать свой кошелек и usdt для вывода и предлагает мне добавить кошелек то есть я нажимаю и диво валит и здесь смотрите интересный момент значит вот такая вот страница вот и здесь я могу должен для того чтобы добавить добавить кошелек вписать название кошелька придумать какой-нибудь да ставить адрес кошелька вот здесь сразу отмечено что это будет usdt и формата trc20 но чтобы добавить кошелек смотрите здесь есть один интересный момент значит мне нужно установить активировать дополнительную защиту туфа вот и значит что мне нужно сделать значит мне нужно установить защиту и здесь мне система предлагает нажать на эту надпись давайте нажму и система меня перебрасывает вот на такую страницу где в принципе есть вся необходимая информация для того чтобы установить эту дополнительную защиту давайте немножко о этой защите что это за защита значит это двухфакторная аутентификация вот в принципе ее используют многие многие компании проекты вот для того чтобы защитить ваши средства вот значит как она работает как мы ее будем устанавливать сейчас у нас на экране система предлагает нам значит qr-код вот 1 до qr-код вот он значит он нужен нам для того чтобы мы могли с помощью специального приложения его отсканировать этот qr-код и у нас в этом приложении вот генерировался специальный код шестизначный то есть этот код мы ставим в раздел вот сюда и не был 2 фар security нажмем submit для того чтобы включить эту защитную аутентификацию защиту дополнительную защиту да также сама внизу система с этап кей предлагает нам ключ специальный вот этот ключ нужен для восстановления скажем так это двухфакторной аутентификации в случае если вы какой-то причине потеряете приложение телефон то есть или удалите по какой-то причине это приложение то есть для того чтобы восстановить доступ к двухфакторной аутентификации вам безусловно сначала нужно будет сохранить эти все данные как это сделать лучше всего ну во первых первую очередь как бы я рекомендую если вы уже подключаете двухфакторную аутентификацию то сделать скриншот вот этой страницы то есть ну или полностью страницы или хотя бы qr-код вместе с с этапкой да вот с этим ключом то есть мы грубо говоря нажимаем у кого когда то есть и делаем скриншот допустим то есть я допустим делаю скриншот полностью страницы вот и сохраняю как файл у себя где-то на где-то на компьютере вот дальше какие еще варианты для сохранения этих данных есть да то есть мы можем скопировать вот этот с этой с этапкой и допустим где-то его также сохранить и еще один способ мы можем этот с этапкой переписать себе на бумагу вот и тоже его сохранить это очень важно если вы по какой-то причине потеряете эти данные к сожалению вы не сможете получить доступ к этот двухфакторной аутентификации и не сможете отключить и безусловно не сможете в будущем воспользоваться допустим доступом к изменению кошелька данном случае на платформе и скорее всего вывода день поэтому если вы подключаете эту защиту сохраняйте все данные нескольких вариантов то есть скриншот переписывайте на бумагу можете еще как то то есть это очень важно следующая вопрос что это за то есть что за приложение да то есть как это все работает как это все активируется значит я использую значит цель на приложение для смартфона значит я вам тут покажу сейчас пример значит вы заходите свой смартфон вот и заходите play market я вам просто с компьютера покажу до google play грубо говоря на нажимаете там принципе есть поиск и вы в поиске пишите гугл аутификация в данном случае google аутификатор для android вот я использую вот такое приложение google аутификатор вот так вот она выглядит то есть вы его себе устанавливаете на смартфон и дальше вам нужно сделать несколько действий для того чтобы сгенерировать код здесь вот на картинках вот вы можете увидеть в принципе как это делается то есть устанавливаете приложение нажимаете get started или начать возможно будут на русском языке вот дальше у вас будет вот такая вот такой вот слайдик давайте посмотрим да скорее всего или же моем случае здесь будет плюс вот на приложении будет плюсик такая кнопка вот можно будет ее нажать вот и дальше будут два варианта в принципе два варианта ну типа такого плюсика буду два варианта то есть первый вариант сканировать код через камеру значит или ввести вручную сетап кай поэтому смотрите вот этот сетап кай обязательно нужно сохранять и qr-код тоже делайте скриншот на крайний случай его можно будет повторно сканировать вот и в принципе восстановить доступ или отключить эту защиту то есть вся эта информация она однозначно нужно самый простой способ это конечно же нажать скан qr-кода у вас на экране появится как бы камера включится вы наводите значит на qr-код чтобы он в рамке там обозначенные поместился и система сканирует этот qr-код и генерирует вам создает вам аккаунт в приложении вот что-то типа такого как показано вот на скриншотах да и у вас появляется здесь скорее все будет какое-то обозначение скорее всего название проекта вот без sports и будет шестизначный код 6-ти значный код генерируется каждые 30 секунд и если вам его нужно ввести у вас есть 30 секунд чтобы успеть его ввести если вы не успеваете за 30 секунд появляется новый код и вы уже будете новый надеюсь это понятно вот в принципе так работает вот этот вот google аутификация дополнительная защита то есть надеюсь приложением все будет понятно если возникнут какие-то вопросы можете обратиться ко мне личные контакты в telegram или skype вот и я в принципе постараюсь вам помочь если что-то пойдет вдруг не так вот но очень важно запомните делать все правильно вот иначе если вы сделаете какую-то ошибку часто эти ошибки исправить уже больше не получится поэтому все делайте хотя бы согласно видео вот ну когда мы установили это приложение она у вас есть на смартфоне вот сейчас я тоже запускаю свое приложение на смартфоне вот дальше мы возвращаемся в свой кабинет вот и у нас теперь есть возможность подключить этот двухфакторную аутификацию для beat sports точка и значит что мы делаем значит я на смартфоне запустил google аутификацию приложение и у меня есть внизу кружочек с плюсиком значит нажимаю на него и мне система спрашивает сканировать qr-код или вести ключ настройки я нажимаю сканировать qr-код у меня на экране появляется как бы такой вот как бы камера включается я навел на qr-код и система сейчас должна мне выдать выдать шестизначный код дальше когда система не выдаст в приложении шестизначный код я должен сюда вот в этот вот раздел его вписать и нажать согнуть что я нажимаю сюда так сейчас я буду смотреть у себя в этом приложении код да смотрите то есть у вас появится такая надпись там будет ваш юзернейм собака и будет написано beat sports вот и соответственно у вас будет шестизначный код вот и там будет такой вот как бы бегунок он будет отображать сколько времени осталось у вас для того чтобы его ввести но я сейчас не успел сейчас жду вот сейчас появление нового шестизначного кода то есть он меняется каждые 30 секунд вот появился теперь я внимательно вписываю вот и нажимаю submit так система написала google autification activate активирован успешно значит где мы можем еще это проверить ну во первых у нас исчезла тут надпись была двухфактор ну подклюблял ну как бы говорящий о том что нужно подключить двухфактор на мультификацию а теперь у нас осталось сообщение только добавьте кошелек до зарегистрируйте юсдт кошелек ну еще момент мы это могли все сделать немножко конечно и по-другому да то есть я вам просто показал с точки зрения если вы просто идете делайте вывод то сделаете хотите ставить заявку на вывод вот идете а система у вас все-таки говорит о том что он нужно добавить кошелек вы нажимаете добавить кошелек потом система говорит что перед тем как добавить кошелек нужно включить защиту соответственно мы это все сделали включили защиту да теперь пойдем добавлять кошелек но можно было пойти по другому по другому пути вот это пойти сразу справа где вот здесь кружочек такой да у человечка нажимаем здесь всплывающее окно и раздел профиль вот смотрите в разделе профиль значит у нас есть сам профиль здесь можно там данные подобавлять вот если хотите вот и вверху есть раздел валит конфирм конфиг есть раздел security видите то есть в моем случае здесь у вас будет зеленая кнопка если вы еще не подключали в моем случае она уже красная то есть это говорит о том что я уже подключил два факта модификацию и я могу ее отключить нажал опять эту кнопку disable да вот это disable to fa там будет специальный раздел давайте я нажму вот то есть чтобы отключить вот я нажимаю и вот сюда ввожу опять код который мне генерируется вот в приложении и нажимаю submit тогда эта защита отключается надеюсь тут все понятно вот но в моем случае то есть я ее подключил чтобы дальше показать как добавить кошелек значит соответственно дальше мы добавляем кошелек давайте заходим через раздел профиль раздел валит конфиг так что у нас кошельком значит на данный момент завести деньги то сделать депозит можно только через usdt формата trc20 и соответственно вывод денег работает только на usdt формата trc20 значит какие кошельки подходят сразу вопрос смотрите лично я использую расширение для браузера кошелек тронлинг вот так же самое может подойти кошелек если трост валет даст у вас установлен трост валет usdt только формата trc20 так же самый кошелек с биржи только usdt формата trc20 то есть любой кошелек который поддерживает usdt формата trc20 надеюсь это понятно то есть в моем случае это тронлинг я в принципе его открываю копирую кошелек вот и смотрите первый раздел да у нас интернем ну я напишу там май рон и usdt пусть так вот то есть вы можете написать это вы для себя скорее все пишите то есть как бы без разницы как вы напишите можете просто единичку поставить или еще что-то по большому счету что-то напишите вот английскими буквами дальше вставляем сам кошелек вот здесь нам сразу показано что это usdt формата trc20 и смотрите для того чтобы нам его добавить нам нужно ввести теперь сюда код шестизначный который у нас генерируется в программе google аутентификация сейчас опять запущу программку значит в принципе нужно ввести код за 30 секунд и нажать 2 лет здесь тут как бы ничего сложного нет и каждый это сможет сделать так вводим код и нажимаем 2 лет ведь эта система все увидела все нормально пишет валят крэйт сака school значит давайте нажмем опять валит конфиг и видим смотрите что мой кошелек добавлен видите то есть здесь у нас уже есть возможность его удалить есть возможность что-то отредактировать вот и я не знаю возможно можно еще добавить кошелек то есть я так понимаю можно добавлять несколько единственный момент очень интересно давайте посмотрим посмотрим на вот эту вот запись что она нам говорит давайте приведем так через 20 часа вы не сможете удалять кошельки бывает такое что когда вы вводите код система начинает не принимать этот код и говорит что он не подходит что это может быть то есть тут надо будет синхронизировать ваш ваш программу google аутентификация вот сделать это в принципе не сложно сейчас он просто объясню на словах как это сделать то есть это в том только случае если то вы то есть у вас что-то произошло с изменением времени то есть возможно вы переехали в какую-то другую страну или что-то еще вот значит в самой программе есть справа вверху в уголочке три точки нажимаете на нее эти три точки так там есть раздел настройки и есть один раздел настройках коррекция времени кодов нажимаете и там будет раздел синхронизация нажимаете один раз вот и система вам покажет если ну как бы системное время все совпадает то есть она напишет что совпадает если не совпадает она просто синхронизирует и после этого нажатия у вас теперь эти все будет работать нормально бывает такой важный вот этот важный момент что касается эта программа здесь в принципе уже надеюсь я все понятно все все понятно да и еще один момент каши касающиеся кошелька смотрите вы добавили кошелек если вы будете использовать биржевой кошелек значит я рекомендую что в тот момент когда вы соберетесь выводить деньги желательно пойти на ту биржу где вы взяли кошелек и еще раз перепроверить такой же является то есть этот кошелек так же самое является кошельком биржи да то есть не заменила ли она его вот почему потому что ну бывали моменты что ну редко может быть но бывало что кошельки изменялись поэтому перед тем как выводить деньги вы еще раз перепроверяйте кошелек который вы добавили вот он ли то есть правильно ли он тут указан вот визуально хотя бы да и если у вас доступ к этому кошельку очень важно только в том случае когда вы проверили вы тогда уже идете в раздел вывод и выводите деньги вот принципе вот такая вот информация значит на этом все значит если вам видео было полезно обязательно поддержите его лайком не забудьте подписаться на канал ставить колокольчик чтобы не пропускать выход новых роликов если вы еще не зарегистрировались битспорт и и хотели бы стать партнером и начать зарабатывать то я приглашаю вас в свою команду ссылка на регистрацию под этим видео в описании также если у вас возникли какие-то вопросы вы можете задать их мне как в комментарии так и написал личное сообщение контактные данные также сама оставляю под этим видео описание на этом все спасибо за ваше внимание и до скорой встречи в следующих видео